мы продолжаем изучать сегодня у нас неделя и мор начинается новая глава люблю пить кофе это такое счастье мы живем в такое время невероятное что прям все у нас есть да все у нас есть относительно того как жили люди раньше мы просто живем в раю да просто в раю и должны это ценить спасибо всевышнему что мы родились в это время они тысячи лет назад иначе сейчас бы сидели бы без зубных щеток без зубных паст без воды горячей без туалетов мусор бы выбрасывали так в окно а стекла то нету все хорошо друзья значит мы находимся в главе эмор глава и мор нам рассказывает о том что нужно коином вообще законы там для коина и коином объясняется что коин он не может прикасаться к мертвому телу но если это умерший мэтт митсва умершие которые некому его похоронить такой он может и должен даже его похоронить в общем идет нам объяснение идет законы ритуальной чистоты и на ком коин может жениться на ком не может жениться и коин священник он может жениться только на девушках девушках которые не были до этого в браке там не были разведены не гуляли они там нигде ни с кем знаете то есть на очень-очень приличных девушках и если бы он женился на запрещенной ему женщине то дети уже не коины дети уже не коины и вот сейчас например если мы в синагогу приходим до сих пор коины они благословляют они благословляют евреи в синагоге то есть коин это как более святой он внутри еврейского народа есть как бы такая прослойка священники они да но на сегодня храма нет и есть целые законы вот например приходит человек гость какой-то в синагогу вот был у нас в наш аббат был в гостях один человек да в синагоге новый он кому-то пришел в гости и спрашивать есть коины он да я коин и он было во время молитвы благословлял народ там есть такая специальная часть молитвы и когда чтение тора то коина вызывают к торе первым всегда есть тут коин там есть коин его пожалуйста то есть все что связано с выполнением заповеди коины прямо написано в торе что ему надо дать преимущество а вдруг он не коин вот марка лейтуш спрашивает да всем шалом а вдруг у никого марк приехал в израиль думает о отлично пошел синагогу сказал что он коин а он не коин и что целые есть законы на этот счет как определить коин а не коин в наше время это не так принципиально да но даже если он не коин он благословил народ ну ничего ничего страшного есть специальное благословение коинов я тоже могу восказать значит и вареха ашэм вейшмереха и благословить тебя бог и сохранить тебя и рашем панавреха вейхунеха осветит бог твой лик и в вейхунеха и воспитайте и сашем панавреха вас эмлиха шалом повернет бог тебе свое лицо как бы повернется к тебе лицом и даст тебе мир ну ничего страшного даже если я это сказал или я бы вышел сказал я коин нельзя обманывать но как бы страшного ничего такого не произошло вот когда был храм вот тогда вот тогда это было важно то есть когда проверяли родословную коинов и даже сейчас это очень интересно сейчас когда есть такой ритуал не ритуал это заповедь важнейшая заповедь которая называется выкуп первенцев то есть если ребенок первенец то он первенец у мамы да то есть до этого она никогда не рожала не было никаких там выйти души абортов и так далее и вот у нее родился первенец он вообще по как бы по духовным законам он имеет большую святость первый ребенок и мы первое все посвящаем всевышнему и раньше первенцы они служили в каждой семье первенцы служили все они были священниками и вот рождается такой ребенок он должен быть священником а сейчас вместо него так кто служит коины то есть бог сказал маша рабену мая сеет что в храме будут служить только коины есть заповедь в торе что каждого первенца выкупать надо за 5 серебряных монет у коина у тебя недавно был на выкупе первенца и там был коин его звали равью шоа по-моему коина моя фамилия была он керамьяшуа написал книгу керамьяшуа он помнит всю тору то есть он это удивительный человек он может знаете как вот ему говоришь например как вот такое слово он так голове может сказать сколько этого слова упоминается во всем талмуде там на какой странице написано вот это он сразу говорит такая-то страница то есть он фотографически у него в голове вся тора такой уникальный человек и у него выкупают этого первенца теперь вот такие вот коины уже таких проверяют у него есть родословная которая ведет его прямо до до аарона и его сыновей которые были священники первые священники в храме теперь коин гадоль первосвященник который служил в храме на нем была еще более более наложены строгие правила ритуальной чистоты то есть он не должен был соприкасаться с мертвыми вообще то есть только опять же показывает еще раз важность уважения к человеку что если мертвый которому некому похоронить то тогда даже коин гадоль первосвященник должен его похоронить да если есть кому похоронить такой на запрещено при притрагиваться к мертвому телу находиться в одном месте с мертвым телом если вы обратите внимание в израиле в больницах есть отдельно вход для коинов то есть они не могут находиться в тех помещениях где находятся мертвые то есть это удивительная такая вещь если вдуматься шимшан рафаэль гирш он говорит о том что это символизирует символизирует вот отношение вообще к смерти что смерти как таковой нет и вот этого тела оболочка да вот эта оболочка физическая которая которую мы привыкли считать собой и человеком такой на священнику мы даже запрещено с ней соприкасаться то есть это не человек оболочка это оболочка это биоскафандр в котором находится божественная душа ну а почему тогда вы спросите коина можно также для близких родственников значит близкие родственники там жена сестра дети не дай бог да чтобы у кого было то есть он почему человек страдает верующий человек когда у него кто-то умирает он же знает что тот кто умирает он идет в рай что ему там хорошо что ему там лучше чем здесь но он страдает что больше я в моей жизни я с ним не увижусь это как раньше люди уезжали за границу в советское время вот все уже выезжали средств этим железом нельзя было выезжать и кто-то выезжал и плакали прощались вообще рыдали все мы больше никогда не увидимся до никогда не увидимся потом когда совести союз распался опять все увиделись начали ездить летать туда-обратно но со смертью такого такого нет и мы знаем что если человек уходит то мы уже до конца своей жизни мы уже не увидим поэтому когда умирают чек мы плачем не за него если человек верующий он понимает что тот кто ушел из этого мира ему в принципе там лучше то есть его душа особенно если он вкладывал свою душу если он занимался своим духовным развитием если он выполнял заповеди то ему конечно там намного лучше но почему мы плачем потому что нам нам жалко что мы его не увидим так нас жизни и тут удивительно вот эта вот вещь которая очень сильно характеризует иудаизм как религию да что это это религия радости и критерием насколько ты насколько ты связан со всевышним является вот это вот внутреннее ощущение радости если у тебя нет внутреннего ощущения радости значит ты где-то отключен от всевышнего если жена умирает жену можно похоронить жену можно похоронить нужно похоронить то есть это есть перечислено в начале главы сейчас я вам прям прочитаю за кого кого он может похоронить и должен похоронить то здесь здесь давайте сейчас я вам прочту тогда чтобы было точно по тексту и вы же можете внизу видите скачать текст главы недельная внизу видите ссылочка и значит тоже прочитать все более подробно если вас что-то заинтересовало отмечаете отмечайте что вас заинтересовало значит смотрите написано так бог сказал мужа теперь объяви такой нам священникам сыновья марона скажи им не из-за какого человека среди своего народа он не должен становиться нечистым кроме своих родственников близких ему своей матери своего отца своего сына своей дочери своего брата и своей девственной сестры близко ему не бывший замужем из-за нее он может стать нечистым то есть он может похоронить близких родственников дальше ему говорится что он не может осквернить себя браком которые которые его оскверняет и братья это это как раз вот эти вот которые уже были все замужем и так далее кое но нельзя на них жениться то есть на него возложены особые законы чтобы он был в духовной чистоте но почему он просто на похороны не может сходить да ну потому что это грустно все равно это грустно ты смотришь на тело которая была человеком и ты думаешь вот он этот человек да он жил жил потом бах и тела его и нету все его жизненные какие-то жизненные какие-то его заботы печали тревоги все это уже закончилось для него вот икон может расстроиться а ему идти в храм служить и жертву кушать поэтому он должен быть радостный веселый счастливый и обычный человек он тоже должен быть радостный веселый счастливый но еще раз это очень такая важная идея что настоящее счастье чек может получить только в духовном плане если он духовно соединен со всевышним если у него на душе хорошо то то он может быть веселый то есть это очень важно правильно выстроить свою свою вот эту вот внутреннюю систему человек живет все время в своей внутренней системе система своих верований система своих каких-то правил принципов и окружающий мир он врывается в эту систему человека да как попадают воды и рай до мир парня после смерти человек умирает и дальше его идет то что называется суд то есть его душа или проходит она через вот этот вот как сказать рентген до мрт такое и его просвечивают эту душу и говорят или же твоих заслуг хватило чтобы попадать в рай или же твоих заслуг хватило но у тебя есть вещи которые тебя не пускают туда и это то что называется от это чистилище это очищение от тех вещей которые ты будешь человек делал много добра и и чуть-чуть зла теперь но это зло он же все должно быть честно значит от это чистилище которая очищает вот каким-то образом вот это вот зло до ара это уже место наслаждения духовного наслаждения заходишь мрт такое да мрт души и дальше ты или идешь в вначале на какое-то время в ад потом в рай некоторые если ты был праведник чистый праведник никогда не грешил тогда ты сразу идешь в рай если же человек был большой грешник но делал какие-то несколько хороших дел тогда ну то есть подробности я не знаю мы на я надеюсь что что есть можно сделать себе рад раскаяние снимает вот эти грехи и написано в перте вот что раскайся за день до своей смерти чтобы тебе в ад не попадать а спрашивают а как ты знаешь никто же не знает день своей смерти поэтому надо раскаиваться каждый день то есть есть вещи которые человек делал грехи он должен на них раскаиваться есть один день в году специально для этого предназначены полностью и месяц перед ним мы готовимся это значит месяц перед роша шана мы готовимся как бы делаем сами себе делаем этот ринден потом мы в роша шана это день суда мы нас судят и мы знаем что нас судят и а значит это такой мини суд как будто бы после смерти но только в мини суд этот потом есть 10 дней специальное раскаяние чтобы ты раскаялся и потом есть емки бур это день искупления грехов когда ты если ты полностью раскаялся и оставил свой старый путь тогда ты выходишь чистым и светлым на свободу с чистой совестью ты можешь уже считать что если не дай бог там человек уходит то он уходит чистым уже без без греха понятно поэтому раскаяние мощнейшая мощнейшая заповедь и подарок и подарок есть значит я расскажу здесь короткую историю про раскаяние и про то как это работает вот смотрите было были иудаизм это религия которая уже 3334 года и вот все подробно в торе описано как служить как служение в храме там все это было очень подробно потом появилось христианство и христианство взяло в принципе на там 90 процентов одно взяло ту же самую ритуальную часть чуть-чуть изменилась и ну в принципе это такая адаптированная версия того как до этого служили иудаизм теперь значит и в христианстве тоже есть исповедь вид на иврите виду это исповедь и в христианстве исповедь это тоже самое слово только в иудаизме ты исповедуешься перед богом и ты не исповедуешься перед священниками там перед то есть это твои личные взаимоотношения с богом а в христианстве в католицизме особенно в католицизме значит там есть сделали из этого очень хороший такой бизнес его продавали индульгенции то есть дамир например если бы он был католиком к примеру он бы пошел бы и купил бы себе индульгенцию что там на убийство на грабеж на насилие можно было заранее выкупить себе индульгенцию так они придумали и вот значит есть анекдот такой что приехал там один дамир например да приехал он в ватикан смотрит стоит огромная очередь и он спрашивает зачем очередь ему говорят это очередь кассе индульгенция выкупают себе за грехи прощения он говорит зачем ну чтобы в ад не попасть то есть заплатил купил себе индульгенцию отпущение грехов и ты в рай не попадешь тогда значит дамир подумал подумал встал очередь подходит в очередь он говорит вы знаете а я хочу купить ад я не хочу покупать индульгенцию я хочу весь ад у вас купить я человек богатый начать хочу у вас выкупить весь ад но они говорят мы спросим пошли начали спрашивать в общем думают но какой-то этот самый какой-то странный человек зачем мак 10 миллионов долларов дамир говорит не вопрос начать покупать только мне нужно оформленный документ что от принадлежит мне мы оформили документ у меня с 10 миллионов долларов в кассу на следующий день он приходит в ватикан стоит эта очередь выкуп покупать индульгенцию дамир он показывает подписанный документ говорит уважаемые граждане говорит в очереди не стойки потому что от принадлежит мне мне уже вот от продали вот подпись папы значит от мой я никого не пускаю от закрывается на ремонт все никому не пускаю люди такие да но отлично значит не надо покупать индульгенцию вот подпись папы значит как как когда они покупали индульгенцию они покупали с подписью а тут написано что от принадлежит дамеру все очередь отошла нет очереди день нет очереди а дамир стоит всем показывает кто приходит документ говорит от мой никого не пускаю день никого не пускают второй никого не пускают третий не пускают на четвертый день в приток денег за индульгенцию закончился закончился вызывают дамира к папе говорят слушай отдай нам обратно он говорит но 100 миллионов долларов я от ваш так дамир заработал 90 миллионов долларов из которых 10 процентов раздал раздал нуждающимся 10 процентов взял и вложил на то на просвещение чтобы люди знали что такое грех что такое не грех еще 10 миллионов он потратил на то чтобы детям сиротам дать профессии то есть он начал делать добрые дела потратилось 90 миллионов 30 миллионов на добрые дела а сам лично больше не делал никаких грехов и не получал индульгенцию вот это вот подход очень такой правильный хорошо значит священники должны то чем ты ближе к богу давайте подведем итог этой части урока чем ты ближе к богу тем ты должен быть чище тем больше на тебя наложено ограничений тем более ты должен быть заботиться о своем духовном состоянии потому что чем ты ярче выходишь на свет тем больше видно каждое пятно каждая мелочь каждая каждая ошибка поэтому нужно если двигаться в сторону духовности очень маленькими шагами не прыгать через ступеньки и аккуратненько аккуратненько по простому выполняет заповеди не грешить и молиться очень сильно всевышнему о том чтобы не ошибаться потому что есть разные секты не дай бог которые их последователи вообще там заканчивать же самоубийством убивают богу это все не нужно богу нужно чтобы мы были здоровые веселые радостные добрые чтобы мы проживали этот мир в который он нас как в которой у нас поставил чтобы мы его проживали по естественному закону да естественный закон это жениться родить детей быть добрым веселым радоваться и уйти из этого мира с большим запасом добрых дел заповедей и любви ко всевышнему теперь 30 глава как раз сегодня мы находимся вот книжка до мишли очень всем советую кого пока нет не шли этой очень жаль потому что книжка удобная которая полностью объясняет мудрость ряса моно в ее самом практическом применении и вот значит сегодня мы находимся 30 апреля 30 глава 30 глава сегодня кстати 30 апреля это 85 лет моей маме чтобы было и долгие годы жизни здоровья чтобы она была здорово весело чтобы заслуга от этого урока который духовно чтобы пошла ей чтобы она была очень сильно здорово весело радостно и счастлива это то что маме своей желаю и 30 глава глава в притчах тут есть один из моих любимых отрывков которые я повторяю практически каждый день практически каждый день его повторяю это седьмой отрывок тридцатой главы 7 8 9 значит седьмой отрывок звучит так что им шалтим и метах аль темнами мене бетерам амут значит царь сам он говорит такую вещь две вещи просил и от тебя и не отказывай мне прежде чем я умру то есть всю жизнь я прошу тебя вот эти две вещи какие же две вещи царь сам он просил всю жизнь у бога давайте посмотрим значит это была его молитва шав удвар казав архек мемении шав это пустое двор казав лживая отдали от меня это первое что он просил у бога пустое и лживая отдали от меня сейчас я вам расскажу чем отличается пустое от лживого что он имел ввиду вторую вещь он просил раш в ошер аль тителли бедность и богатство не давай мне а три пени в этом хути а накорми меня законным хлебом вот у него было две просьбы пустое лживо убери от меня бедность и богатство не давание дам незаконный хлеб теперь 9 отрывок он объясняет почему он не хочет быть богатым и почему не хочет быть бедным пэн эсба в эти хашки может быть я на пресыщусь до пресыщусь то есть богатый человек у него пресыщение наступает и буду я отрицать и скажу я кто такой бог кто такой бог то есть богатый человек он думает что все у него уже организовано что он тут царь в этом мире который может себе все обеспечить а у пен и вареш а может я обеднею в эганавте и буду вынужден украсть в это фасте шем и лукай и осквернёй имя всевышнего то есть он говорит бедный он уже настолько им управляют его инстинкты ему тяжело он речь идет о бедности которая была в то время когда люди жили в проголоде реально был голод страшный и человек который бедный у него не было возможности покушать он просто шел и подорожники там срывал и грыз а если а если не было подорожников до засуха то все он умирал от голода то есть это был голод голод и в таком ситуации человек любой может согрешить украсть не дай бог и так далее сегодня эти с голода умирают поэтому он говорил мне не нужны вот эти две крайности накрами меня законным хлебом теперь что такое шав в двор коза значит человек живет в информационных потоках которые мы получаем от других людей и которые мы внутри потом обрабатываем да и вот человек сидит он что-то услышал дальше он с этим начинается эта информация работать шав это пустое оказав это лживая значит ну пустое понятно потому что если мы если мы воспринимаем как сказать вот пустое да вот сидит человек там и рассказывает о том что будет да что будет и он рассказывает вот я читал одного психолога он говорит вот царь соломон конечно вообще в каэлите ошибся он говорит это он психолог такой говорит он сказал что что умножающие знания умножает гнев и умножающие познания умножает боль он говорит не но это же вообще неправильно человек который умножает знания он же он же как как бы, ну, больше знает, почему, значит, это неправильно сказал царь Соломон. И он так уверенно это говорит, что царь Соломон, мол, не знал, что говорит, а он, психолог, знает. Так, по факту-то, он, психолог, не понимает, что говорил царь Соломон. Когда он говорил о знании, когда он говорил Марбе, хохма, хохма – это божественное знание, то ты умножаешь гнев. А когда ты умножаешь познание, когда у тебя появляется картина мира, в которой ты видишь ее реально, как оно работает, то появляется боль, ты больше страдаешь от того, что ты делал что-то неправильно. То есть он, не понимая, что имел в виду царь Соломон, но он думает, что царь Соломон уже ошибается. То есть это пустое. То есть его размышления, они просто пустота, которые базируются на исходных неверных предпосылках. Он не понимает, что имел в виду царь Соломон, потому что он даже не знает на иврите, что царь Соломон писал. Но, тем не менее, он уже против царя Соломона пишет в своей книжке, я могу сказать, кто это, это Курпатов, да, Курпатов, которого, ну, в общем, Курпатов. Теперь, что такое коза лживая? Значит, то, что Курпатов ошибается в своем ограниченном понимании царя Соломона, это пустое. А вот что такое лживая? Лживая – это когда человек, зная, он специально искривляет и обманывает для каких-то целей, да, это называется лживая. Так вот, царь Соломон, он просил и внутри себя это убрать, да, чтобы внутри себя отличать пустое от лживого и убрать ложь, потому что часто человек сам себя обманывает. И в окружающем мире, чтобы, чтобы отличать, где пустое, а где лживое, где люди специально искривляют, а где по дурости. То есть, вот это вот очень надо различать между по дурости и специально с плохими намерениями. Потому что если, смотрите, как красиво получается, если человек просто по дурости, например, что-то там сказал, а вы думаете, что он специально хотел вам сделать плохо, то вы тогда ошибаетесь. Значит, вы себя внутри, вы себя, значит, это называется пустое, вы себя обманули. То есть, человек, он хотел как, ну, просто он что-то сказал, а вы говорите, он хотел меня обидеть. Это пустое, он не хотел вас обидеть. Понятно, да, и вот царь Соломон просил научиться разбираться вот в этих своих мыслях и в мыслях других людей. Это очень великая мудрость. Это великая мудрость понимать реально, что вокруг происходит. А раш вожер аль тетельли, то есть, бедность и богатство не давание, а накормление законным хлебом, это, в принципе, касается очень многих людей, потому что, ну, человек большую часть жизни проводит на работе. И как работает, зарабатывает, а нужно ему это или не нужно. И, значит, там, когда у него уже есть достаточный уровень, а он боится за завтрашний день. Это что? Это пустое. Потому что за завтрашний день бояться не нужно, потому что, во-первых, его может и не быть, а во-вторых, все, кто копили, например, у меня родители, бабушки, все копили в советское время, боялись за завтрашний день. И получилось, они потеряли все свои сбережения, они потеряли, потому что, ну, потому что потеряли. Они же боялись, откладывали, очень много работали, тяжело работали. И потеряли, да, хотя они именно волновались все время за завтрашний день. Понятно. Вот, поэтому давайте сделаем выводы. Очень важно учить Тору, потому что, когда мы учим Тору, мы понимаем все эти закономерности, как это работает, и понимаем, что тот, кто полагается на Всевышнего, то Всевышний будет его всегда защищать и не оставит его ни в какой ситуации. Это самое главное, быть со Всевышним в хороших отношениях, и узнавать его волю, и молиться Всевышнему, чтобы он спасал нас, спасал нас во всех сложных ситуациях, чтобы мы не попадали в сложные ситуации, чтобы было у всех рифла, что ума полное выздоровление, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и чтобы закончилась война, закончилась война как можно быстрее, чтобы все враги, чтобы все враги, они, враги, слово такое враги, непонятно, чтобы люди, в общем, все, чтобы закончилось хорошо для всех добрых людей, чтобы война закончилась, чтобы люди не подебали, чтобы война закончилась сегодня, прям конкретно сегодня, и она может закончиться. Все вот эти прогнозы, они бессмысленные, потому что как война началась, по факту никто не знал. Ну, вы там предполагали, что она начнется, но она могла не начаться. Также она может в один момент закончиться, и мы молимся, чтобы война закончилась прямо сегодня, чтобы вышли все войска из Украины, чтобы больше не было ни одного выстрела в мирных людей. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Продолжение следует...